Как-то сейчас трудно писать стихи, не думая о других и думая о себе. Вот такой наступил ужасно странный момент для стихов. Вот, и в какой-то момент тебя спрашивают, да, как бы ты барышня, что же ты не пишешь стихи о любви? Что же ты нарушаешь миропорядок? Я решила, что нужно писать стихи о любви. Вот, порядок должен быть. Следующее стихотворение называется «Безымянная любовь». И оно правда о любви, потому что его придуманного персонажа, положено говорить, лица, изображенные в этом романе, в этом фильме, не имеют ничего общего с действительностью. Тот, кто здесь будет, конечно, не имеет ничего общего с действительностью, но этого персонажа я уж как умею люблю. Безымянная любовь. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич Тынянов прискакал из города туманов, ржавых лиц и блеклых площадей, в логово рыгающего зверя, как на печке прикатил Емеля в ложе государственных бледей. Тут из круга вышла золотая, как больная осень доцветая, нежной вонью плесени маня. Обнажила маленькое тело и спокойным голосом велела формалисту «Выбери меня». Изо всех ответов и соблазнов нет волшебней самых безобразных. Кто бы мог подумать? Он не мог. Умница, ханжа, остряк, калека, свой шматок чудовищного века так оберегал. Но хищный бог, именно его, стерильней мыши, Павловой подложил поближе к облаченной в красное жене, чтобы наглодался сладкой жижи. Сладко, вязко чувствовать падение. Кто ты, дева? Я-то привидение. Между ног у моих играет дух собственнословесности, которой ты и поклоняешься, мой хворый. Подойди, покуда не протух голос твой в пустых библиотеках. Я ищу помпезных, праздных, едких мышц, волос, артерий, рук ли губ. Я должна смешать себя с тобою. Я должна смешать тебя с толпою. Булочник, палач и лесорук все со мною пили-догуляли. Золотые пальцы ковыряли сморщенное тельце. И поутру шел он на вокзал, сдирая пудру рисовую. Послевкусие крали с темного бесплодного лица. Все для нас межстрочное зияние. Голых букв. Бессрочное сияние. Есть у революции начало. Нет у революции конца. Юрий Николаевич Тынянов. Лилипуд, бегущий великанов. Керубина в продранном шелку. Мушка под янтарную лавиной. Львиный рык, игул перепелиной. Что случится на твоем веку? Повезут тебя, как грибоеда. Повлекут тебя, как ганинеда. Золотые крылышки губя. Век тобой закусит словно рыбкой. И щербатой лилиной улыбкой. Выплюнет в грядущее тебя. Чтоб не забывали. В черном, в черном. Можно быть и точным, и проворным. Притворяться точкой у тире. Но вполне остаться непокорным великаном В дикой их игре. Невозможно.